Более подробно о достижениях Украины поговорим с Георгием Зантераи, это глава комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета Украины. Здравствуйте, Георгий, рад вас приветствовать. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что вы нашли время присоединиться к нам. Георгий, ну начнем с того ваш обзор, ваше мнение по итогам уже завершенной летней Олимпиады. Как обозначила себя здесь Украина? Да, пожалуйста, Георгий. Ну, я хочу поздравить каждого спортсмена, поздравить наш Национальный Олимпийский комитет с достижением, я думаю, высокого результата. Почему? Потому что мы сегодня заняли 22 место среди 204 стран. Страна, которая сегодня переживает очень тяжелые времена, смогла показать всему миру, что она несловная, она может показывать большие спортивные результаты и поднимать плак на международной спортивной Олимпийской арене. Еще раз спасибо всем атлетам, спасибо президенту Национального Олимпийского комитета, спасибо Национальному Олимпийскому комитету и всем, кто делал все для того, чтобы наши атлеты были в лучшей форме на этих соревнованиях. Важный момент о подготовке в целом украинских спортсменов, которые выступали на летней Олимпиаде. Насколько сейчас из-за агрессии Российской Федерации сложно тренироваться? Но, как показ в практике, результаты все равно прекрасные. Я хочу подчеркнуть то, что наше... Сейчас настроим связь с Георгием, главой комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета Украины. Также стоит отметить, что Украина, невзирая на то, что российская агрессия продолжается, все равно привозит в Украину золотые медали, серебряные, бронзовые, привозит хорошие результаты, отличные результаты. И вот, как правильно акцентировал внимание Георгий, что среди более чем 200 стран Украина заняла, можно сказать, во второй десятке, грубо говоря, во второй десятке места. И это очень хороший, позитивный результат. И очень позитивный результат также того, что украинский флаг развивался на всех спортивных состязаниях. Украинский флаг был приоритетом непосредственно и для украинской команды, и также вызывал огромное уважение и овации у других спортсменов, которые также поддерживают Украину, как и большинство, конечно же, людей в Европейском Союзе, это и в мире в целом. Восстановили связь с Георгием. Да, Георгий, пожалуйста, вопрос мой звучал следующим. Касательно тренировок украинских команд, невзирая на полномасштабную агрессию Российской Федерации против Украины. Насколько это удачно получилось, пожалуйста? Я чуть отойду от темы, скажу, что самое главное, что сегодня русских не было на Олимпийских играх. И наша страна была представлена на Олимпиаде. Потому что как мы тренировались, тренировались мы по-разному. Разные команды готовились в разных местах. Некоторые были в Украине, некоторые были за границей. Насколько позволяла инфраструктура, которая сегодня у нас осталась для подготовки к Олимпийским играх, так и готовились олимпийские команды. Поэтому еще раз я хочу сказать большое спасибо за большую проделанную работу. Потому что еще в 2022 году ни национальный Олимпийский комитет, ни атлеты не были уверены в том, будут ли они на Олимпийских играх. Но мы сделали все вместе с Олимпийским комитетом, чтобы наша страна была представлена как можно в максимальном количестве, как можно в лучшей форме подготовленной. И страны-террористы, которые сегодня нарушают все принципы олимпийского перемирия, олимпийского движения, не было на Олимпийских играх. Расскажите, Георгий, если общались, возможно, уже внутри наши украинские спортсмены, насколько было давление от нейтральных спортсменов, так называемых, которые выступали без флага? Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. Да, я был весь Олимпийский период, все соревнования были в Олимпийской деревне. Смотрите, я еще раз хочу подчеркнуть, что страна Россия, ее не было, ее не было заметно нигде. Всего там 12 атлетов каких-то было представлено среди 11 тысяч человек. Их не было нигде видно, их не было нигде слышно. Их не было, я не знаю, мы их не замечали, и слава богу, что их не было. Люди, которые творят преступления, они должны нести за это ответственность. Поэтому Международный Олимпийский комитет делал все для того, чтобы отстранить Олимпийское движение России от участия в Олимпийских играх. Им большое спасибо за это. К чему уже готовятся, и как происходит уже подготовка, какие планы у украинских спортсменов далее? Я думаю, команда, которая была на Олимпийских играх, им дадут маленький период отдыха для восстановления, для подготовки, и они дальше продолжат готовиться к международным соревнованиям. Я думаю, некоторые атлеты, конечно, закончат свою спортивную карьеру. Поэтому тут индивидуально каждый будет, спортсмен, подходить к продолжению своей спортивной карьеры. Как сейчас коммуникация идет с требованиями, я в хорошем смысле этого слова, от спортсменов касательно мест для тренировок, касательно поддержки украинских спортсменов в том числе? Потому что, понятное дело, здесь должна работать огромная коммуникация. Я не могу понять пока ваш вопрос. У нас атлеты готовятся в спортивных залах, которые у них остались. Например, дзюдо у нас продолжают готовиться в тех залах, где тренируются в клубах, дальше продолжают. Легкоатлеты, я знаю, что едут в Италию на сборы, готовятся туда. Поэтому я не могу сказать про разные виды спорта. Вот дзюдо у нас команда вернулась сюда, у них 10-12 дней отдыха, и дальше они продолжают готовиться, готовятся к международным соревнованиям, к международным турнирам Гран-при, Гранд Слэм. Потому что, начиная с весны следующего года, уже начинаются там официальные соревнования Чемпионат Европы, Чемпионат Мира. И это тоже довольно важное соревнование для нашей страны. Георгий, вам огромное спасибо и спасибо украинской команде за такие результаты, за то, что очень гордо себя представили, и флаг Украины в очередной раз показывал, кто такая украинская нация, и как они могут удивлять весь мир в том числе. Георгий Занторая с нами был на прямой связи, глава комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета Украины. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.